МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рядом сидеть место. С бельгийской овчаркой нужно усердно заниматься. Она всё время подвижная. На помощь спешат четвероногие сотрудники милиции, чему обучают мохнатых сыщиков в школе дрессировки. Долгожданный переезд. Планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 7 объектов нового строительства. Когда столичные медики отпразднуют новоселье и какие объекты здравоохранения появятся в Минске уже в этом году? Рай для флориста. Не поверите, у нас есть ещё и кокосовые пальмы. Коломандины или кокос. Выбираем оригинальный подарок на 8 марта. А также масштабный галоконцерт и новости из подземки, когда метрополитен закупит новые составы для третьей линии. Смотрите в нашей программе прямо сейчас. Профессиональный праздник белорусской милиции отмечается 4 марта. В обществе существует необходимость контролировать соблюдение норм законодательства и привлекать к ответственности нарушителей. На отважную помощь спешат и четвероногие хвостатые сотрудники милиции. Вместе с инспекторами-кинологами собаки заступают на круглосуточные дежурства в составе следственно-оперативных групп. Причём шествует над псом только один специалист. Передача другому своего питомца недопустима. В нашем питомнике служебно-розыскного собаководства Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета используются общерозыскные служебные собаки, которые используются по запаховому следу человека. Служебные собаки по наркотическим средствам. Также профиль подготовки имеется в питомнике по поиску трупов. Собаки проходят специальный курс дрессировки, который длится в среднем 4 месяца. После сдают квалификационные зачёты. Пол питомца не влияет на выполнение служебных задач. Кормят их сбалансированным сухим кормом премиум-класса. У всех пушистых ежедневные тренировки. Главное – чрезмерно не нагружать. Все команды они должны выполнять с удовольствием. Кинолог сам выбирает породу четвероногого напарника и занимается его воспитанием щенячьего возраста. Как правило, с 6 месяцев ухаживает и убирает вольер. В подразделении есть кинологи, которые служат с личными собаками. Успех специалиста-кинолога зависит прежде всего от профессионального мастерства дрессировщика, который должен быть энергичным, инициативным, в то же время настойчивым в достижении поставленной цели. Я владелец в прошлом немецкой овчарки, сейчас у меня бельгийская. Особенности какие? Немецкая овчарка более спокойная. С бельгийской овчаркой нужно усердно заниматься, она все время подвижная. Мне, допустим, более нравится работать с бельгийской овчаркой, потому что она все четче команды выполняет. Данная собака у меня по характеру это олень, поэтому она и любит покусаться, и так же хорошо она и ищет. Изначально идет приучение к кинологу, потом к снаряжению, ошейнику, поводку, затем последовательность хождения рядом, замедление темпа, стойка и так далее. Дрессировка проходит в любое время суток и погоду. Мерс самый старший в питомнике, ему уже 7 лет. Он специализируется на поиске наркотиков. В поиске последних пёс считается лучшим среди четвероногих сотрудников. Подсчитать, сколько за это время им найдено запрещенных веществ, даже не представляется возможным. Для него не проблема выполнить задачу и в огромном помещении. Когда Мерс чувствует нужный запах, он принимает сигнальную позу, садится или ложится рядом с этим местом и тычет в него носом. Каждый специалист кинолог может сам определять, с какой породой ему работать. Либо это будет кокер, спаниель, либо это будет доберман. Немецкая овчарка, с ней практично работать. Она очень хорошо справляется с поставленными задачами. Собаки хорошо могут встать на лапы, пронюхать в росту человека какие-то тайники и тому подобное. Мохнатых сыщиков специально обучают при обнаружении вещественного доказательства не притрагиваться к нему, дабы не нарушить следовую картину. С уликой ещё предстоит работать следователем и экспертом. Тренировки проходят с использованием настоящих синтетических и растительных наркотических веществ. Инструкторы-кинологи питомника ГУВД со своими четвероногими напарниками регулярно принимают участие в различных соревнованиях по профессиональному мастерству. В этом году в Вологде также пройдут соревнования, которым чемпион МЕРС уже начал подготовку. Контрольным сроком службы служебных собак является 8-летний возраст, после чего в дальнейшем определяется комиссионность, пригодность собаки. После 8-летнего возраста, конечно же, служебные собачки отправляются на заслуженный отдых. И с радостью кинологи своих напарников, питомцев, они забирают к себе в частное подворье. С чистого листа. В этом году у столичных медиков появятся новые рабочие места. Строительство современных лечебных корпусов, модернизация и реконструкция лечебниц с историей идёт полным ходом. Планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 7 объектов нового строительства. При этом 6 объектов. Это будет в рамках осуществления существующей материально-технической базы учреждений здравоохранения. Один объект планируется как вновь образованное учреждение здравоохранения. А ведь это далеко не все сюрпризы. Городские власти также решили и квартирный вопрос. В декабре 2022-го в Октябрьском районе началась грандиозная стройка. Общежитие на улице Корженевского – очередной подарок героям в белых халатах. Вместимость общежития порядка 1200 человек. Двухкорпусное общежитие. Завершение строительства общежития планируется в декабре текущего года. Новая 14-я детская клиническая поликлиника поселилась на пересечении улиц Сухаревской и Лобанка. Семь этажей современное оборудование жители Фрундинского будут в восторге. Численность обслуживаемого населения составит 18 200 детей и подростков. Проектируемая плановая мощность учреждения составляет 480 посещений в смену. В здании расположится порядка 8 отделений и большое количество кабинетов. В стенах учреждения разместят три педиатрических отделения. Кроме того, принимать юных пациентов будут стоматологи и специалисты по части медицинского обеспечения детей в организованных коллективах. Также приём будут вести узкие специалисты. Это кардиолог, инфекционист, лор-врач, два офтальмолога, невролог. В рентгенологическом кабинете будет функционировать цифровой аппарат, дентальная установка и ортопантомограф. В отделении функциональной диагностики будут работать два аппарата ультразвуковых. Кабинеты у таларингологов оборудуют микроскопами, а это уже новый уровень обследований. Безбарьерная среда – ещё одна уникальная особенность новостройки. На центральном входе установлено автоматическое подъёмное устройство для кресел-колясок. Также в холлах предусмотрены лифты, которые будут медленнее стартовать, медленно опускаться. На каждом этаже в холлах размещены санитарные комнаты. Среди информационных табличек предусмотрены таблички со шрифтом Брайля. И также в лифтах кнопки будут тоже продублированы шрифтом Брайля. На базе учреждения также разместят кафедры педиатрии и стоматологии Белорусского государственного медицинского университета и Белорусской медицинской академии последипломного образования. Открытие 14-й городской детской клинической поликлиники совсем скоро не пропустите. А пока расскажем о других не менее важных объектах здравоохранения, которые вот-вот распахнут свои двери. Завершаем строительство нового объекта, стратегически важного. Это блок стволовых клеток и пересадки костного мозга на базе Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Он мощностью 32 койки, но позволит делать высокотехнологичные операции. В принципе, наверное, на первом месте в Республике Беларусь это будет единственный объект в Республике, а то и в постсоветском пространстве. Подобные островки здоровья появятся в каждом уголке столицы, даже в самых отдалённых микрорайонах Минска. Мы развиваем Сокол. Амбулатория в Соколе тоже находится, скажем так, на завершающем этапе. Планируется в апреле ввод объектов в эксплуатацию. Сейчас мы уже провели все процедуры закупок, ждём поставку оставшегося оборудования и будем выходить на финишную прямую. На 2023 год у нас выделено финансирование в размере более чем 297 миллионов рублей. И у нас поставлена задача в текущем году начать три новые поликлиники. Две детские. Это в микрорайоне Лошадце на 480 по сочине смену и в микрорайоне Минск-Мир, а также одной из взрослых поликлиники в микрорайоне Восточный на 850 посещений в смену. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция делают своё дело. С каждым днём архитектурный облик города обретает новые краски. Финишная прямая на горизонте. А значит, реализация государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» удалась. Международный женский день всё ближе. А это значит, что мужчины уже сбились с ног в поисках подарков для прекрасной половины человечества – мам, вторых половинок, дочерей и очаровательных коллег. Как поздравить милых дам небанально и добавить в серое будни ярких красок? За новыми идеями мы обратились в столичную студию цветов. Так, хорошей альтернативой букету тюльпанов может стать вот такой миниатюрный зелёный питомец. Это могут быть вот такие вот маленькие растения. Они идут сразу же в дополнение с керамическими горшками. То есть это действительно каждый человечек, который получит такой себе комплект, он поставит себе на стол и будет наслаждаться такими вот милыми созданиями. Они неприхотливые, зато радовать будут круглый год. В пару к представителю суккулентов в офис можно приобрести и жителя пустынь. Кактусы, как правило, очень любят находиться рядышком с компьютером. И они максимально неприхотливые. То есть вы можете их поливать раз в две недели. Самое главное – не переливать кактус и не переливать суккуленты. Рассеянное освещение хорошее, и ваш зелёный друг с вами дружит и на ты. Ну а праздничного настроения добавит интересное оформление. Для любителей подарков помасштабнее флористы подготовили цветочные боксы. Также есть целые наборы, то есть в них входит сразу же несколько суккулентов, сразу же идёт форма для высадки, инструкция, и человечек сам высаживает для себя прям целый мини-сад. К слову, такие мини-сады сегодня на пике популярности. У себя дома можно воссоздать часть пустынь, леса, пляжа, горного склона, любого райского уголка на планете. Ну а природный декор и современные ноу-хау помогут завершить композицию. Вот что получится в итоге. Сады сейчас действительно очень востребованы, то есть на каждый практически праздник мы изготавливаем формы, мини-садики. Это абсолютно разные дизайны. Это могут быть и вот такие вот плошечки, то есть больше напоминания каких-то скал совместно с песочком. Это могут быть берег, то есть чего-то. Это всегда идёт как ассоциация о чём-то прекрасном. То есть мы это высаживаем для того, чтобы человек смог окунуться в какое-то своё прекрасное воспоминание. Но нужно помнить, не все растения уживаются вместе. Если на рабочем столе кактусы могут подружиться с суккулентами, то в одной чаше им точно будет некомфортно. Не рекомендуется их совмещать вместе. То есть если мы высаживаем, рекомендуется всегда сдерживать либо суккуленты, либо кактусы. Также прекрасный вариант – это идут фикусы генсенгиэнта бонсаи. То есть они сейчас тоже такие востребованные в плане того, что они именно и делают имитацию какого-то такого дуба, дерева. Фикус генсенг – необычный представитель семейства тутовых. Само название с латинского переводится как «женьшень» из-за схожести толстого корня ствола фикуса с корнем этого растения. Хотя сразу стоит сказать, что такие необычные корни получают с помощью определённой агротехники. В домашних условиях вырастить корень мандрагоры практически невозможно. Новый наш садик – это идёт сад в закрытой экосистеме. Здесь идёт чаще всего высадка пилеи растения в связи с тем, что растения очень любят повышенную влажность. Там есть стабилизированный мох. Как правило, вы опрыскиваете внутри садик, и мох сдерживает там влагу. То есть тем самым растение радо там расти. Вот, поэтому вот такой вот вариант может быть для подарка, либо просто порадовать себя. Зелёный мир в стеклянной колбе – настоящая мечта ботаника, которая, к тому же, не требует кропотливого ухода. Суккуленты можно не опрыскивать, но бонсай рекомендуется часто опрыскивание. То есть они очень любят влажность воздуха. В связи с этим стекло немножечко грязнится. Протираем просто его самостоятельно, как зеркальце, то же самое. Так что выбирайте своё дерево жизни и нужное направление. И каждый день отправляйтесь в удивительные путешествия. Ну а добавят цвета яркие огоньки на подоконнике – сортовые антуриумы. Сорт называется зизу. Он идёт карликовый. То есть чем они хороши? Тем, что растение у вас не будет слишком высокое, большое, к которым мы, в принципе, всегда привыкли. К классические антуриумы, они чаще всего вытягиваются сильно. Эти, друзья, они остаются маленькими, нежненькими, миниатюрными и с очень красивым цветоносом. Но больше, конечно, в тренде всё-таки это сорт лилии. Они идут ещё более миниатюрные, очень похожи на спатифилум. Спатифилум – это женское счастье, если вы знаете. Антуриум – это мужское счастье. Это считается мужским цветочком. Но он настолько нежный и какой-то трогательный, что ли. Вот у него такие красивые цветоносы, что, если честно, он покорил женские сердца 100%. Пришли столичным жителям по вкусу и колоритные мини-орхидеи. Благодаря своим размерам они запросто уместятся на офисной полке или в любом другом отведённом для них уголке. Ну а если хочется экспериментов, то экзотика точно для вас. Никогда не бойтесь чего-то нового. Отличный вариант – вот такой вот Тилантия Анита. Она часто приезжает к нам, поэтому, в принципе, у неё такой розовый язычок. На этом язычке ещё формируется дополнительно цветоносы фиолетовых цветов. Это очень красиво. Как ещё один вариант – Меденила. Она будет цвести, как гроздь винограда. То есть рост у неё будет вниз. Очень красивое и фееричное растение. Ну а самое невероятное мы подготовили напоследок. Такой презент не оставит равнодушной ни одну прекрасную леди. Кто любит кокосы? Не поверите, у нас есть ещё и кокосовые пальмы в Минске. Кокосовая пальма, самое главное, что она очень любит хороший свет. То есть так как это тоже экзотическое растение, оно едет к нам издалека. Поэтому самое главное – опрыскивать растение очень хорошо. Желательно, конечно, поставить рядышком увлажнитель воздуха. И если нет, то опрыскиваем растение. А так поближе к освещению, и у вас целый кокос дома. Каламандины, кумкваты, лаймы – дома можно создать настоящий цитрусовый рай. И добавить к нему оливковое дерево. Атмосфера средиземноморья вам обеспечена. Ну а для тех, кто хочет создать красоту своими руками, мы подготовили небольшой мастер-класс по оформлению собственного миниатюрного сада. Меня зовут Евгений. Сейчас я вам расскажу, как можно посадить флорариум, и что он из себя будет представлять у нас в готовом виде. У нас есть форма стеклянная для флорариума. Это будет 22-й диаметр. Сюда мы добавим дренаж для основы, как и в любом горшке используется. Далее мы добавляем грунт. Грунт используем универсальный. Это торф с добавлением агроперлита, который делает грунт более воздушным, легким и рыхлым. Далее мы будем брать непосредственно растение. Это мансай гинсинг. И сажаем растение. Глубоко растение не закапываем, чтобы не закрывать шейку красивого корня растения. Это открытый корень считается у бонсая. Добавляем песок, стабилизированный мох и камни разных размеров. Создать имитацию природного ландшафта помогут вот такие декоративные скалы и кора деревьев. В оформлении можно использовать какие-то домики, животных, статуэтки, заборчики, таблички. Они очень хорошо оживляют и дополняют композицию. В данном случае будет у нас вот такой домик использовать. И также будем декорировать более мелкими камушками и песком, чтобы создать более такой естественный природный образ. Еще пару штрихов и вуаля, вид с домиком у подножья гор готов. Наш сад готов. Это хороший будет вариант для подарка к 8 марта. Любимым, близким, родным хороший семейный декор, который будет радовать вас долгое время и несложный в уходе вариант. Ну и главное правило. Делайте все с любовью и дарите от души. Приятных вам сюрпризов и отличного праздника. Выход в свет В 19 веке Минск как франт закружил на балах. Нарядные дамы и кавалеры собирались в доме Гайдукевича на углу улицы Школьной и Верхнего города. Там был просторный танцевальный зал, буфет, комнаты для азартных игр. Вот только леди могла позволить пофорсить раз в месяц. Идет война с Наполеоном. В город попадает немало иностранцев, которые показывают класс на паркете. В середине 19 века появляется понятие танцевальный вечер. Более такой свой дресс-код свободно устанавливается. Вплоть до того, что когда туда были приглашены сестры Прушинские, это как раз таки наши владельцы лошадской усадьбы, они пришли в атласных платьях, ну в красивых платьях, а в моде было наоборот ситис, так попроще. То они выглядели как роза среди букета полевых цветов. Так их охарактеризовали, ну и где-то, может, даже и высмеяли. Но вот тогда как раз таки входит в историю Минска танцевальные вторники горватов. Это дом, который находился на углу улицы Койденовской и вот Верхнего города. Сегодня это здание сохранилось. Тогда это был флигель дома городского головы Дальпаци. Это дом, где сегодня находится художественная галерея Михаила Саиско. То есть, в общем-то, все рядышком. На них, как правило, как заводаторов, приглашали хороших танцоров, умеющих действительно танцевать. Ну а дальше кто как уже мог. Если в Минск наведывалась императорская семья, организацию в руки брал сам губернатор. Так к визиту Александра Второго в 1858-м готовились всеизвестные фамилии. Кто-то принес серебро для сервировки стола, Тышкевичи везли из Борисова новую мебель, складывались, чтобы обить тканью стены и навести лоск. Отдельная тема – пригласительные билеты. Они были размером 9 на 16 или меньше, без лишних украшательств и кричащих цветов. Программа, место, дата, костюмированный бал или тематический – все указывалось на долгожданных карточках. Приглашения рассылались гостям за 2-3 недели. Все зависело от сезона. Зимой, когда сезон набирал самый разгар, приглашения отправлялись за несколько недель. То есть срок мог увеличиться до месяца или полутора месяцев. Приглашенные должны в свою очередь ответить на приглашение либо согласием, либо отказом. Отказ должен был писаться в наиболее вежливой форме, но с указанием причины. То есть причина становилась вашим извинением. Не всегда усадебные дома, да и даже городские квартиры могли вместить все количество приглашенных гостей. Поэтому многие специально объединяли несколько вечеров. То есть две семьи объединялись и снимали большое помещение либо павильон. Парад женихов и невест. На балы были большие надежды. На них знакомились, там же зарождались чувства. Чтобы блеснуть во всей красе, минчанки привозили платья из Европы, покупали в магазинах цифрана, заказывали у модистки. Но больше двух раз появиться в одном и том же наряде было дурным тоном. В начале 19 века в моду входит стиль ампир. Возвращаются контичности с древнегреческими локонами, струящимися платьями-туниками, рукавами-буфами и низким декольте. Легко и изящно, как полет райских птиц. У мужчин приветствовались белоснежные бархатные фраки и пюсовые, что в переводе с французского – красная блоха. Огненно-коричневый был беспроигрышным вариантом. В тренде были полосатые носки. Дэнди на все сто. Когда вошла в моду кадриль, то и дамы, и мужчины, и кавалеры приходили согласно цвета кадриль. Далее мода снова меняется, и появляются кринолины уже, которые, с одной стороны, они держали форму, позволяли уменьшить количество юбок. Но тогда в моду входят панталоны. Причем более того, что для холодных пор года это были шерстяные, как у мужчин, так и у женщин. Что касается корсетов, они становятся менее жесткими, чем раньше. Китовый уз, который вставляли для прочности, его заменяют просто-напросто большое количество швов, которые позволяли, ну, по фигуре и держать форму вот этой детали. Более того, для удобства тогда еще просто сверху, когда одевается платье, на него одевалась горсетка, так называемая, да, то есть жилет. Магия флирта. Языку веера девочек обучали с 5-6 лет, чтобы могли попросить прощения у пар, которых случайно задели во время па, выразить симпатию, либо отказать принцу, который не оправдал ожидания. Этикет – дело тонкое. Заглянем в дамский будуар 19 века. Без веера было никуда, потому что корсеты туго затягивали женскую талию, и нужно было иметь веер для того, чтобы обеспечить и приток свежего воздуха, и даже иметь при себе бутылочку с нюхательной смесью. Да, мы просто падали в обморок. Прищепка Паш, она помогала. Платье немножко его уменьшить для того, чтобы было удобно ходить. Шатлен – незаменимый аксессуар 19 века. Сейчас этого нету, потому что раньше не было карманов, а у женщин была необходимость куда-то складывать милые безделушки. И вот самого разного рода шатлены стоили целое состояние. Танцевать с одним джентльменом более трех раз было под запретом, поэтому заранее все оговаривали и четко прописывали в бальных книжечках, с кем – мазурку, а с кем – полонез. Во время кадрили можно было ожидать пылких признаний, а во время вальса – обменяться тайными записками. Чтобы парить на светском рауте, учились у хореографов. Предпочтение давали французам. Так сложилось, что еще в 17 веке Людовик XIV первым издал указ о создании Академии танца. Неспроста вся хореография сегодня на французском. Приглашаем. Начало 19 века – это расцвет бальной культуры. И один из самых популярных танцев был, который и открывал бал – это был танец «Минуэт». Также были популярны танцы такие, как кадриль, экосес, англосес, валис, само собой. «Минуэт» – это такой танец довольно сложный. Он танцуется очень высоко, да, на полупальцах. И постоянно приходится, получается, напрягать. Ахилл или галинастоп для перемещения. Его в Россию привез Петр I. Говорили, если умеешь танцевать «Минуэт», значит, ты умеешь все. Перенимали культуру французских балов у нас в том числе. Это были известные семьи, такие как Радивиллы, Сапеги, Тизенгаузы. И они брали ноты, приглашали учителей танца за границей. Если уже говорить о каких-то танцах ближе к середине и концу 19 века, мы подвигались к влиянию и польской бальной культуры. И были популярны уже такие танцы, как веселые, да, там «Мазурка» или «Полика» и «Полонез». Отрадно, что традиция балов возрождается в Минске. В ратуше и лошадской усадьбе можно прочувствовать шарм эпохи и закружиться под живую музыку, под стать «Онегину» и «Джейнэйр». Эта суббота не исключение. Вас ожидает доступный мастер-класс и незабываемый вечер в лучших традициях 19 века. Повод вдохновиться и стать чуточку счастливее. Метрополитен закупит семь новых составов. Они будут предназначены для перевозок пассажиров по третьей линии подземки. Это современные поезда российского предприятия, составы нового поколения «Москва». В них предусмотрены кондиционирование вагонов, система шумопонижения. Составы поступят к моменту ввода в эксплуатацию участка третьей линии метро до станции «Слудский гостиниц». В Белорусской государственной академии связи предложили реализовать проект по цифровой трансформации предприятий «Минска». Об этом шла речь на встрече мэра столицы Владимира Кухарева с трудовым коллективом и студентами учебного заведения. Благодаря этой инициативе детально будет изучена работа предприятий. В дальнейшем проект позволит перевести все бизнес-процессы в цифровую форму. Председатель Мингрисполкома посетил научно-образовательный центр Академии «Умный город». Здесь разрабатывают технологии дистанционного управления не только домами и предприятиями, но и целыми городами. По словам Владимира Кухарева, эти технологии можно применить в строительстве жилья и капремонте. Галла-концерты «Две сестры Беларусь и Россия» прошел на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт». В нем приняли участие школьники из двух стран. Так в Минск приехали ребята из учреждений образования российского города Химки. Гости подготовили патриотический спектакль «Брестская крепость». А творческие коллективы из столичных учреждений образования выступили на сцене с танцевальными номерами. Организаторами предприятия стали столичная гимназия номер 50-й, 15-й лицеи города Химки. Их сотрудничество ведется уже 12 лет в рамках международного проекта «Школы-побратимы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова